Строительство съездов с 4-го моста продолжается. Стройка сейчас за моей спиной. Именно отсюда машины будут выезжать на улицу Дубровинского, чтобы попасть в центр города. В связи с этим улицу будут реконструировать. Работы здесь на Дубровинского начнутся в июне. Именно к этому времени администрация Красноярска должна найти подрядчика. Реконструкцию будут проводить в три этапа. Начнут от нового моста и до рекпалаты. Здесь должны появиться четыре полосы для движения. Расширить улицу планируют в направлении комбайнового завода. С этой стороны снесут бетонный забор и устроят пешеходный тротуар. Специалисты говорят, что движения автомобилей на время работ перекрывать не будут. Ограничат проезд только на два дня, когда будут менять теплотрассу. Вторая и третья очередь подразумевают капремонт отрезка от рекпалаты до улицы Горького. И, конечно, переустройство развязки с улицы Декабристов. Там появится регулируемый перекресток с светофорами. Рассмотрен светофорный объект для обеспечения прямого движения и левого поворота с улицы Горького на улицу Декабристов. С улицы Декабристов, Дубровинского, направление на четвертый мост. Здесь у нас пешеходы переходят под знак. А здесь устроен светофорный объект с дополнительной стрелкой на левый поворот. Это лето красноярцы наверняка запомнят, как сезон реконструкции основных городских магистралей. В мае компания СИБ «Агропромстрой» приступит к реконструкции проспекта Свободной от Ладыки-Схавели до Майорчика. Проезжая часть станет в два раза шире, по три полосы в каждую сторону. По-новому будут выглядеть и подпорные стенки, проведут капитальный ремонт путепровода. Пешеходный переход на Красномосковской станет шире, а подходы изменят свой облик. Но ремонтные работы на этом участке наверняка соберут вокруг себя пробки, пока схема движения на время работы официально не утверждена. СИБ «Агропромстрой» разработает проект производства работы. Он уже частично разработан, и его необходимо согласовать с ГИБДД, с органами администрации, в том числе и с Департаментом городского хозяйства. И после этого мы сможем сказать о том, как будут перекрываться полосы движения в связи с реконструкцией, какие будут объездные пути предусмотрены и в какие сроки все эти перекрытия будут осуществлены. Схема движения сейчас проходит согласование в различных инстанциях. Участок сложный, поэтому необходимо предусмотреть все нюансы. Активист из Ассоциации автомобилистов Егор Фролов говорит, что здесь важен каждый знак и каждая улица. Ситуация еще сильно обостряет то, что сейчас ремонтные работы ведутся на мосту через Качу. Пробка собирается с улицы МРЧК. В связи с этим, по предварительным данным, в первую очередь ремонтировать начнут участок от Ладыкицхавель до Красномосковской. И организовать движение автомобилей хотят по улице Мечникова, но пробок, по-видимому, не избежать. Сейчас, что одна полоса занята, плюс если прибавится тот поток, который сейчас спускается по проспекту Свободный, ну здесь просто будет не проехать. И то, что мы рассматриваем утреннюю пробку, когда объезжаем мост через Качу, который сейчас ремонтируется, то здесь эта пробка, грубо говоря, постоянно. То есть здесь придется автовладельцам только набраться терпения, смелости. Кто-то выберет маршрут через Копылова, но мы прекрасно понимаем, что и Копылова сейчас тоже стоит. И пока у нас полностью не будет отточено всех обходных путей, пока все автовладельцы не будут проинформированы, как лучше объехать эту пробку, ну ничего хорошего у нас не будет. Однако летом многие автомобилисты уезжают из города или отказываются от машин. Это разгрузит улицы, но даже если будут пробки, потерпеть стоит. После реконструкции жители Красноярска получат современные автомагистрали. Екатерина Погорелова, Алексей Овсянников, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok